Аминь. Слава Господу. Когда поёт мой дух тебе. Замечательно. Это не что иное, как говорит и исповедует духовный человек, исполненный духом. Слава Господу. Спасибо, Марина. Отец наш Небесный, мы благодарны тебе за это удивительное время, время особенного места нашей жизни, престольный зал милости и благодати, где именно ты, Господь Иисус, разговариваешь с нами. Благодарим тебя за открытую Библию. Мы благодарим тебя за новое сердце, которое не спорит, не протестует. А это сердце, смиренно ожидающее твоего слова, твоего назидания. Слава тебе, Господь! Благослови эти слова во имя Твоего Иисуса. Мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Это всегда чудо. Приближаться к Господу и знать. Он здесь. Он рядом. Первая Петра, первая глава, седьмой стих. Вы любите Его. Вы не видели Его, но любите Его. Да, конечно. Почему? Слушайте, сколько людей мы видим, что мы видим в мире. И это отражается на нашей сущности. По крайней мере, отражалось. А вот невидимый. И мы совершенно другие. Мои люди благодати, милости, мы люди прощения, мы братья и сёстры. Раньше у нас были братья или сёстры, если бы были, в обыкновенной семье, которых мы любили, не любили, дружили, протестовали. А вот эти, братья и сёстры, в церкви Его вообще сказано, что в нём, когда мы находимся, мы единое тело. Первое послание Коринфянам, двенадцатая глава. Мы – единое тело. У нас единственные мысли, у нас единый Господь. У нас с вами одна драгоценная святая вера. Мы – вот сейчас, где мы находимся? Ведь мы слышим слова, которые не просто человек говорит, а Дух Святой, как говорилось в песне, Дух Святой вкладывает удивительный смысл, когда мы уже летим. Слово «летим» – хорошее. А в восемьдесят девятом псалме? Псалме Моисея. Оно обозначало – всё, мы перелетаем из этого мира. Но как-то не особенно хорошо летим. Не знаем. А здесь мы уже являемся теми людьми, которые присутствуют на небесах. Апостол Павел – наш брат. Петр, Иоанн. Да что там? Эти замечательные люди. Сам Господь Иисус – наш брат. Чудо. Хотите посмотреть, почему это чудо? Давайте мы откроем с вами вот эту энциклопедию, которая называется «Библия». И она показывает странствия наших предков. «Библия» – 2 глава, 8 стих. «И насадил Господь Бог, рай в Эдеме, на востоке». Здорово. Земля уже есть. На ней растительность. А он насадил особенное место – сад. И этот сад обозначал, что он имел ограждение. Он насадил этот сад для того, чтобы поместить туда еще двух творений – Адама и Еву. Он их туда привез, смотрите, и поместил там человека, которого создал. Где? В Эдемском саду. Абсолютно защищенное место, огражденное Господом. Удивительное место удовольствия, счастья, наслаждения. Там все есть. Он поставил удивительные деревья. Расцветил все прекрасной растительностью и цветами. Это были подарки для этих людей, которые жили там. А потом он разговаривает с Адамом. А Адам передает это учение Еле. И он объясняет, что для тебя возлюбленный человек. Что здесь для тебя есть. Вот эти все деревья. Плодовые. Это для твоего здоровья и пищи твоего тела. И вот в центре, посмотри, в самом центре два дерева. Видишь, вот я первым его упоминаю. Это дерево жизни. Адам смотрит, где дерево жизни. Да, оно какое-то необыкновенное, очень интересное. Пока не понимаю. Я вроде бы живу. А вот это вот дерево, познание добра и зла. Он еще не знал зла, Адам. Но он понимал, что это нечто. И за этим нечто стояли слова. От этого дерева не ешь. Ты умрешь, если съешь. Другими словами, Адам. Все вот, что здесь, тебе подарено. Это твое место жизни. Ты находишься под моим покровом. Когда захочешь, когда ты возрастешь, ты сможешь взять плод от дерева жизни, когда ты начнешь понимать. А вот это дерево, Адам, это обозначает, я тебе даю свободную волю. Я тебе все рассказал об Эдемском саде. Ты знаешь. Я тебе предлагаю жизнь. И я рядом с тобою каждый день, всегда. Я тебя буду обучать. Я проведу перед тобою животных. Я подарю тебе знания, чистые знания. И ты будешь, постигая эти знания, познавать и меня, Господа твоего. А вот если ты, опять же, я тебе говорю, по своей воле, по твоей, съешь от дерева познания добра и славы, ты умрешь. Твоя жизнь в твоих руках. Со мной ты будешь долго жить. Все идет к вечности. Я не создал человека для того, чтобы он умер. Не для кладбища, а для общения. И причем общение вечно. Я эти слова придумываю? Нет. Они исходят из той доктрины, как уже до сотворения мира Был заклан Агнец, Сын Божий, как жертва, потому что было известно отцу, что люди съедят этот плод. И они выберут другой мир. И они выберут другой источник слова. Слово лжи, слово вреда, слово смерти. Слово, которое может быть упаковано в яркие, блестящие желания, какие-то перспективы, какой-то свет, который не несет жизни. И будет другая личность, которая будет проявлять свою волю в отношении этих людей. А Господь в некотором смысле ограничит свое взаимоотношение с человеком. Он его сведет до узкого пути. Жертва Иисуса Христа. Когда человек будет исповедовать эту жертву, там он будет говорить. Это написано 25-я глава книги Исход, где Бог разговаривает с Моисеем и говорит о ковчеге завета, у которого есть особенная крышка. Это называется также и престолом милости. На эту крышку кропили кровь жертвенных животных. И Господь сказал в 22-м стихе, Исход 25-е, там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов. которые были сделаны по объяснению Божьему из этой крышки. Это присутствие Бога и там удивительные Божьи духовные создания, которые будут видеть и кровь, а также и того, кто общается с Богом. А потом этот, кто общался с Богом, будет выходить к людям, которые будут ожидать слов от Бога. Всегда ли они будут эти слова выполнять? Нет, не всегда. Но почти всегда они будут выполнять волю того самого врага, который вкрался в Эдемский сад и перевел людей, а Господь изгнал их из Эдемского сада. И мы живем в этом мире, где через некоторое время прошло столько-то, столько-то тысяч лет. И вот 17-18 века по рождению Христа и люди закричали «Слушайте, церковь нам не нужна! нам нужна наука, нам нужно искусство, нам нужно обучение, образование. Мы будем развиваться в этом мире. Хотите исповедовать Бога? Пожалуйста, новая эпоха просвещения! Где Богу для вас никакого дела нет. нету. Хотите исповедовать ваше дело? Но посмотрите, как здорово, сколько добра в этом мире! Помните дерево познания добра и зла? Из этого зла человек стал так упорно работать над добром, видеть законы и отвергать законодателя. не сатана сотворил этот мир. Он его разрушает? Он пытается какую-то славу сделать из того, что позволяет Бог? мы с вами родились в этом мире. Кроме того, мы вообще родились в стране, в которой от Бога наконец-то избавились, как казалось. я помню, как в институте был целый предмет научное безбожие, если по-русски сказать, а по-научному звучит красиво атеизм, научный атеизм, который пытается доказать, что Бога нет. Кто-то доказывал в Эдемском саду Еве? Слушайте, вы сами будете как боги. Зачем вам Бог нужен? И потом они оказались в мире, в котором мы живем. И этот мир существует по воле князя века этого. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Сатана – Бог века этого. Он Бог страха, беспокойства, беспорядка, смуты, смущения, каких-то ложных замыслов и посылов, которые не имеют подтверждения. Вроде бы строится, строится, потом рушится. Это все. Посмотрите, Ефесянам, вторая глава. Первый стих. люди в этом мире живущие, они являются мертвыми по преступлениям и грехам своим перед Богом. И мы тоже спасенные, поверившие в Иисуса Христа, жили когда-то в этом мире. По обычаю мира, первое, о, ну все же так делают, ну и в чем делают. И мы тоже. Правда, есть мораль, есть какие-то нравственные устои, но их можно обойти. Главное, чтобы никто не видел. Смотрите, по обычаю мира и дальше идет по князю, или же здесь у нас добавлено курсивом по воле князя. Это объяснение, что это обозначает по князю. Действующего, по воле князя, господствующего в воздухе, в этой атмосфере над землей. Духа, действующего, посмотрите, ныне в сынах противления. Что это за сыны противления? О, атеизм. Это дух. Бога нет. Недавно я услышал шутку пастор Шаллера сказал. В одну камеру, где сидел заключенный сатанист, зашел евангелист. И они стали разговаривать. Сатанист говорит, мой Бог больше, мой Бог более могущественный, мой Бог, мой Бог, мой Бог. А евангелист говорит, ну, давай с тобой потягаемся, чей Бог могущественнее. Давай. И евангелист говорит, стража, будьте любезны, откройте дверь, пожалуйста. Стражник пришел, открыл дверь, евангелист вышел, дверь закрылась. И он говорит сатанисту, ну, теперь твоя очередь. Это действительно так было. Один из пасторов Грейта Грейс так сделал. И можно было бы сказать, да, ну, это же, это же, это, да, нет, самое главное произошло, самое главное произошло. Это то, что сказал Иисус в молитве, которая была обращена к Отцу, 17 глава, там, Евангелие от Иоанна, там говорится, эти ученики и те, которые будут верить по слову этих учеников, они уже не от этого мира. Слушайте, не от этого мира. Мы с вами изучаем мудрость, который, если по ветхому завету, это пять тысяч, шесть тысяч лет. Споры ведутся. А вот новозаветная где Иисус родился, прожил свою жизнь, говорил, завершает тем, что от него отвергают. Когда он жил тридцать лет, да и мало кто знал о нем. Три с половиной года. Это вообще, что происходило? Одни говорили, а, Мессия пришел! Грешники с радостью шли к Иисусу. Парисеи ничего не могли сделать. Евангелие от Луки, пятнадцатая глава. Они шушукались и говорили, что происходит, что происходит. Надо что-то сделать с ним. Надо убить его. Кого? это, вы знаете, в какой-то степени вот эта вся пена противостояния против Мессии похоже на то, что делал Саул. Помните 18-й глава первой книги царств? В 17-й произошла победа над Голиафом. И вот 18-я глава. Давид идет после этого побоища, победа над тем воинством тьмы, которая нападала на Божий народ и которая ожидала, что они докажут, что они сильнее. Голиаф так заявлял. Ну, кто? Вы же верите в Бога. Тогда мы удавайте человека. И мы сразимся, и вы посмотрите, кто сильнее. Давид пришел, пастушок. 16-17 лет, может быть, меньше. Когда он услышал эти слова, он вообще подпреду, он сидел, слушал, слушал, потом посмотрел, куда-то побежали его единоверцы, верующие в Бога Яхве, верующие в сущего прямо сейчас, того, кто оказывает помощь, как мы с вами. Мы с вами веруем, мы с вами веруем в этого Господа Бога, в Иисуса Христа, который уже все совершил, который стал той жертвой, которая была сказана и пророком древности, и пророком Нового Завета. Он сказал, совершилось. Что совершилось, люди? То, что было предначертано еще до сотворения мира. Ни барашки, ни козлята, ни тельцы, ни голубя, а Сын Божий. Для чего? Евреи говорили, не может такого быть. Они знали по своей религии 53-я глава книги Исаии. Вот он, этот Мессия, взошел как единственный живой росток. Мы как-то говорили, я не помню, это было на проповеди или во время слова посвящения, единственный живой росток, чтобы умереть за тех, кто в этой пустыне мертвы, духовно мертвы. и в этой же пустыне с ним разговаривал дьявол, который, проверяя Сына Божьего, как Отец его назвал, Матфея 3-я глава, «Ты сын мой возлюбленный», Марка, Матфея 3-я глава, «Это есть сын мой возлюбленный, которым я полностью доволен». Интересно, Бог сын, само божество по плану отца стал человеком, «Я полностью доволен Иисусом, Он совершит мою волю, ангелы не смогли ни один». Одному Херувиму, 28-я глава книги Изакилия, было предложено на суде огнистых камней, вероятно, ему и было предложено. То, что написано в послании к евреям, 1-я глава, 14-й стих, ангелы были созданы для служения человеку, и ему было предложено, и он отказался. Интересно, отказался, а служит. Конечно, его служение нам не нравится. Его служение – это всегда провокация по отношению к нашей вере. Это всегда нападки, это всегда лжи, это всегда шипение змина, которая говорит, а ты не сможешь, да кто ты такой. Захария 3-я глава, с 1-го по 4-й стихи, когда первосвященник Иерусалимский стоит перед Господом, но, правда, по правую сторону его сатана. И сатана к жестам вероятно показывает Иисусу, Господу, ты посмотри на этого твоего первосвященника из Иерусалима, какой он грешный, ты посмотри на его одежды, они запятнанные, грязь везде. Что сказал наш дорогой, любимый брат Иисус Христос? Иерусалим – он всего лишь головня дымящаяся, которая должна была бы сгореть в аду. Но я по своей воле вытащил ее. И я этому народу даю слова. И я заберу весь грех, который сделало человечество и евреи в том числе. принесите ему торжественные одежды. Какая и красота. Ничего не может сделать сатана. Кроме того, откровение Библии говорит о том, что мы уже были известны отцу. Восьмая глава, римлянам, восьмая глава 29-30 стихи. Что мы откликнемся на его призыв принять спасителя, жертву его за наши грехи, грешные, совсем с другим менталитетом, в котором больше противостояния, воинствования, возмущения, атеизм, научный атеизм, какие угодно религии. И он спасает этих людей. Он видел, что они примут эту жертву. Слушайте, не кровью козлов, овнар, тельцов мы спасены, а драгоценную кровью агнца Божьего, Господа Иисуса Христа. Какая красота! Ну, что ж теперь делать? Мы же живем в этом мире, хотя уже в Иисусе Христе мы не от этого мира. Давайте мы посмотрим теперь на удивительную поэму, поэму Духа Святого об Иисусе Христе. Эту поэму Дух Святой предложил апостолу Павлу, когда тот находился в заключении. И вот посмотрите, что в этом письме к Колоссядам пишет апостол Павел. Третий стих. Благодарим Бога и Отца. Это послание к новой церкви, в которой Павел нет. Но он послал туда своего ученика, чтобы этот ученик рассказал точно так же, как мы евангелизируем, точно так же, как вы в том месте, где вы живете, разговариваете с человеком. У вас есть удивительный духовный мир. И этот духовный мир, Дух Святой, сущий вас, он рвется наружу, чтобы мы сказали с вами это Евангелие. И колоссяне поверили. И у них произошли изменения. Они стали так приветливы по отношению к тем людям, которые приходили и говорили «И мы верим, братья, сестры, благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Мне нравится. Зачем время терять? Как-то пастор-мать рассказывал историю о своих студенческих лет. Одна девушка сказала «Слушай, у меня хорошая идея». «Да». «Давай поднимемся на верхний этаж». Он говорит «Ну давай». Поднялись на верхний этаж и она показывает ему вниз через бордюр. Смотри, он смотрит. А дальше что? Тьфу! И она отправила плевок в гравитацию гравитацию. На него посмотрел. Интересно? Мир. Может, поэтому он и пришел на встречу с пастором Шалином. Я шучу. Ой, такой замечательный человек. Это столько радости. Он показал в этом плевке, он показал, что этот мир делает с людьми. Ученый плюет. Он будет с удовольствием исследовать, за какое время пролетело это плевотина и так далее. Что только не изучают. Что только не изучают. Появляется в морских глубинах какое-то слизистообразное прозрачное тело извивается вроде бы как медуза, потому что чувствуется, что это живое, на самом деле это живое. 60 тысяч икринок кальмара. 60 тысяч. Можно это, представляете, пересчитали все. И вот это засняли, как движется. А кто-то за кадров говорит. Вот какая эволюция. Какая глупость. Инженер, создавая свою машину, допустим, автомобиль, и потом говорит. Какая эволюция. Да нет, вот так он же не глупец. Хорошую машину придумал. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Мы услышали о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Как здорово, слава Богу! И в надежде на уготованное вам на небесах. Ура! Вы поняли, что ваша жизнь имеет продолжение, она вечная. И кроме того, ваш удивительный небесный запас все время пополняется чем? Кем? Мудрые те, кто привлекают или выигрывают души. У них есть удивительное дерево в их духе, дерево жизни. У них есть река жизни, которая стремится, чтобы выйти наружу, как Иисус сказал на великом празднике в Иудее в 7 главе Евангелия Теана 38-39 стихах. Подойдите ко мне и пейте жаждущие и пейте Духа Святого. И мы пьем. И мы слушайте, две тысячи лет прошло. И мы пьем, и радуемся, и мы живем этим. А, какая красота! Вы имеете надежду на приготовленное для вас на небесах. Вы услышали об этом в истинном слове Евангелия, которое живет бурной жизнью у вас как и во всем мире, как и во всем мире, Колоссянам, письмо к Колоссянам написано в 62-м году. Тридцать лет прошло со дня смерти Иисуса Христа. Давайте поправим. Могила пуста со дня воскрешения Иисуса Христа, со дня победы над смертью последний враг был побежден Иисусом Христом. И он не только воскрес, он еще сорок дней ходил и обучал своих учеников и по одному, по двое, и группа, и десять, и сто человек, и пятьсот человек. Ой, какая радость! Мы не от мира сего, не от этого мира лжей, самых страшных неправд, обманов, подтасовок, борьбы. мы с вами от вот этого мира. Смотрите. И вы услышали истинное слово благовестия, которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами. С того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине, как научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому, девятый стих, мы с того дня, как обо всем этом услышали, слушайте внимательно, не перестаем молиться о вас и просить. И вот суть нашей проповеди. Самые последние аккорды пошли. Чтобы вы исполнялись познанием воли Его, Отца, Сына, Святого Духа, во всякой премудрости и разумении духовном. Хотите пример? Мы, наши предки, жили по воле Его в Эдамском саду. Все было замечательно. Назови этих животных назвать. Вот Адам тебе, твоя жена Ева, Адам сразу же пророчествует то, что пытаются психиатры сейчас разделить, то, что общество пытается исковеркать, то, что идет в этом мире разводы за разводами. А там же написано «И станут они одной плотью». Какие замечательные слова. И это так и существует в Духе Святом. Семья, познай, что ты есть не по воле князя, господствующего в воздухе, который лжет о тебе, семья, но по воле создавшего вас, по воле закона жизни и жизни вечной. Ай, какая красота! Так и есть. Все, что вас окружает в этом мире, который только лишь называется ваш мир. Нет, ваш мир – это Божий мир, и из Божьего мира вы смотрите на духовные реалии, потому что семья – это не физиологическое совмещение людей, не какая-то подмена, какой-то суррогат меньшинств, когда мужчина и мужчина образуют семьи. Вы слышите, за что идет борьба, которая надвигается на нашу страну. Как одни страны коверкают другие, говорят, и у вас должно быть это, и вы должны принять эти права. Так это же князь, господствующий в воздухе. И как в нашей стране защитили конституционно семья. И далее там идут слова. Это союз мужчины женщины и женщины. Ах, что такое ребенок? Ах, до рождения это ничто. Это опухоль, которую можно и вычистить. Ладно. когда к Елисавете пришла Мария, беременная Иисусом, Елисавета, у которой было уже беременностью шесть месяцев, она увидев, только увидев Марию, и вдруг она почувствовала, что плод в ее утробе откликается на приход Марии. И она поет гимн. По поводу эмбриона? Да нет, там человек, драгоценная женщина. Да не будет этого с вами. Если было когда-то, то Господь забрал это. Вы чисты. Вы понимаете, что это означает? Во всяком элементе нашей жизни кто такой муж с точки зрения Бога? Кто такая жена с точки зрения Бога? Что такое чистая брачная ложа? С точки зрения Бога? С точки зрения этого мира что угодно, какой бусор, грязь можно туда набросать, и как можно публиковать это везде? я помню, когда во времена Советского Союза иногда транслировались цифры преступлений, которые происходят в других странах. Это ужас был. У нас не было такого количества. Были, но не с таким размахом. ну вот пошли те же самые фильмы. А потом и мы сами стали создавать это. А что это? Что такое фильм? Сидит человек и смотрит, а в него грязь вливают. Это грязь действующая по воле князя этого мира. А Бог предлагает исполнять испознание сына моего во всякой премудрости. Семья, брак, брак, венчание, жизнь, падение, прощение, единство, разлука, развод тоже есть определение у Бога. Жена, не разводись с мужем, если он не против твоей веры. Потому что откуда ты знаешь жена? Откуда ты знаешь муж верующий? Не поверит ли, не примет ли твой муж или твоя жена спасителя? Откуда ты знаешь? Мы же не знаем. Удивительно. Во всякой премудрости и разумении духовном, только из мира Бога познаваем все, познаем все. Чтобы, познавая это, Его волю, вы могли ходить достойно Богу. во всем угождая Ему. А что обозначает угодить Богу? Слышите, да? Евреям 11 глава 6. Невозможно Богу угодить, кроме как веры. И мы везде наполняемся полнотой жизни и света Господа Иисуса Христа. Везде наши слова, наш ум, мысли, о которых мы думаем. То, что перед нами лежит, то, как мы не на полке счищаем с Библии пыль, а открываем ее, как мы с ней работаем. Ой, вы знаете, я вам сейчас покажу одну вещь. Это я открываю перед вами послание к Колоссянам, над которым я работаю. ой, какая красота, меня это так интересует, что это превращается в очень интересный материал, где можно все это разложить и посмотреть, кто, как, и Дух Святой говорит, и как это продвигается. Это целая поэма. Это удивительно. чудо. Это Господь, я уверен, мне до того нравится исследовать. Когда-то я исследовал различные осциллограммы, кусочки, которые передавали дыхание, звук и так далее, интонацию, и потом, согласно с определенными исследованиями британских ученых, выводилось и подтверждалось, как эта интонация является когнитивной или же узнаваемой передачей мысли. Итак, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая, принося плод во всяком... Смотрите, когда мы угождаем Богу, поверим, мы верим в то, что здесь написано, обязательно будут плоды. Вот оно, Евангелие, которое распространяется по всему миру, во всяком деле благом, только лишь благое мы исцеляем. Вот сейчас бушует в этом мире пандемия. Ой, сколько, сколько слов, как из... Это, по-моему, Михалкова было написано, Фома, неверующий. Он попытался Фому, который изображен в 20-й главе Евангелия от Иоанна, представить, как мальчика, который говорил, нет, нет, не верю, не верю, не верю. Крокодил, да я не верю, не верю, не верю, и все, и проглотил. Когда мы с вами вкладываем веру Иисуса Христа и в Иисуса Христа, отец доволен, сын доволен, дух святой радуется, в нас любовь, и мы приносим плод во всяком деле, которое Бог творит через нас. Ефесянам 2-й, 10-й. И мы укрепляемся, 11-й стих, всякую силу и по могуществу, славу Его, во всяком терпении, великодушные с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавши нас к участию в наследии святых. И вот уже эта вечность, которая также раскрывается перед нами. Мы не от этого мира, мы от другого мира. и вот эти слова, которые Бог пишет для нас в Библии, они являются вечными, и они являются современными. Это самые современные слова, потому что Он, сущий, любит нас, положил за нас жизнь, разговаривает с нами на основании крови своей, жертвы своей, и мы там воскрешенные, оживотворенные. Мы уже в престольном зале благодати и милости. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это особенное время, Господь, благослови. Те слова, которые мы услышали, они и так удивительны. Может быть, среди тех, кто слушает это слово, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя, скажите простую молитву. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне жизнь вечную, научи меня Твоему слову, приведи в живую церковь, спасай, прощай, люби, восстанавливай, помогай. Во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Аминь. Благослови вас Господь. Слава Господу, как здорово. Это чудо. И вы вытерпели это. Какие молодцы. Наверное, духовные братья и сестры. Слава Богу.